Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Наталья. Вот такой красивый пирог сегодня я сделала. И сейчас поделюсь с вами рецептом, как я сделала этот пирог. Ну, конечно же, с чего начинаем? Мука, разрыхлитель, сахар-песок мелкий, я выбираю всегда мелкий, чтобы он быстрее растаял в тесте. Все это перемешиваю. И размягченное масло, я его вытащила из холодильника, подержала где-то час. И вот оно практически комнатной температуры. Одна большая ложка йогурта и одно яичко. Вот так вот желток все пытался выбежать. Но, конечно, куда же он денется уже из этой миски. Замешиваю тесто до однородности. Не надо его долго вымешивать. Главное, чтобы оно стало относительно однородным. Заматываю его в пленку и оставляю его отдыхать минут на 40, чтобы оно стало мягким, чтобы растаял весь сахар. Теперь на пекарскую бумагу я выкладываю большую часть теста. Где-то одну третью оставляю для бортиков. И раскатываю один пласт. Где-то толщиной. Посмотрите, какое тесто. Вот оно прям как живое. Я так люблю работать с тестом. Впечатление такое, что ты прикасаешься к живому организму. Оно вот прям как тело. И раскатываю корж толщиной где-то в 3-4 миллиметра. Вот у меня есть такая очень удобная разъемная форма. И я вырезаю на дно формы один такой корж. Можно так его назвать. И его ставлю в морозилку. Остальную часть теста я режу. Вот у меня как раз качалочка такой ширины, как мне нужна высота бортика в эту форму для выпечки. Поэтому я, вот видите, как прекрасно ведет себя тесто после морозилки. Вот буквально 5 минут, но уже вот совсем другое дело. Ты можешь с ним легко управляться. Теперь бортики. Я, видите, как удобно. Мне повезло, что качалка такой ширины, как и бортики в этой форме. Теперь при помощи ложечки я уплотняю все бортики. На самом деле это очень важно. Хорошо уплотнить. Тогда и выпечка будет хорошая. Она не будет разной толщины и будет однородного цвета. Прокалываю и бортики, и донышко вилкой. Делаю дырочки. И теперь начинка. Здесь у меня нутелла. Здесь у меня сливовое варенье и измельченный миндаль. Вот мне нравится такая начинка. Теперь все в духовку. В духовку на полчаса 35 минут 180 градусов. Все, испекла, испекла я мой пирог. Пришло время взбивать сливки. Сливки должны быть очень холодные. Я их держу предварительно в морозилке. Прям до такого состояния, чтобы в нем немножко плавал лед. 60 грамм сахарной пудры я высыпала туда. И взбила вот до таких крутых пиков мои сливки. Не добавляю маскарпоне, ничего больше не добавляю. Просто вот взбитые сливки с сахарной пудрой. И это вот такой момент, который я очень люблю. Потому что он очень нарядный. Вот эти вот такие бантики, они мне напоминают наши школьные линейки. Когда мамы нам привязывали пышные белые бантики. И мы такие в белых передничках, радостные и счастливые, скакали на одной ножке в школу на линейку. Да, это весна и кусты. Я не знаю, как она называется. Мы называли ее невеста. Эти такие цветы, они покрывали полностью. Посмотрите на эту красоту. Боже мой, это просто очарование смотреть на эти цвета. Ну и, конечно же, это вкусно. Мой муж будет счастлив. Очень мечтаю летом сделать это моим внукам, когда они приедут к нам в гости. Да, это вкусно. Рекомендую вам этот рецепт. Вы получите удовольствие. И вкусно, и красиво. Ваша Наталья.